Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Сегодня я продолжу тему осеннего декора и покажу вам, как сделать очень красивые цветы из фисташковой скорлупы, расскажу, как почти из ничего сделать основу для декоративного венка и поделюсь еще одним видом самодельных желудей. В итоге у нас получится яркий осенний веночек на дверь и кое-что еще для декора дома. Так что видео обещает быть интересным и полезным. Но прежде чем мы приступим к работе, я хочу попросить вас подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. А в конце видео вы можете написать комментарий, поставить лайк, стать спонсором или отправить мне спасибо. Все это нужно для продвижения канала. То есть я делаю интересный контент для вас, а вы помогаете мне делиться им со всеми остальными. Ну а теперь приступим к работе. В первую очередь займемся основой для венка. Из картона вырезаем круг диаметром 30 сантиметров. В идеале это нужно делать циркулем, но можно использовать и подручный материал. У меня, например, это тарелка под торт. В центре круга вырезаем еще один круг диаметром 17 сантиметров. И делаем несколько таких заготовок. Я вырезала 5 штук. Вырезанные внутренние круги не выбрасывайте, они нам еще пригодятся. А заготовки кольца склеиваем между собой на полимерный клей. Фиксируем их зажимами или отправляем под пресс. И оставляем на просушку. Теперь нам понадобится бумага для выпечки. Выбирайте дешевую, но обязательно коричневого цвета. Я свою купила в магазине Светофор. В рулоне 30 метров. Цена 34 рубля. Скручиваем бумагу в рулончик и отрезаем его от основного рулона. Разрезаем получившийся рулончик на 3 равные части. У меня они получились шириной по 10 сантиметров. Каждую часть разворачиваем и сминаем в жгутик. Не старайтесь делать это равномерно или одинаково. Как сминается, так и сминается. И фиксируем с одного края 3 жгутика вместе резинкой или прищепкой. И плетем из них косичку. Чем длиннее вы накрутили рулончик, тем длиннее получится косичка. И тем меньше стыков будет в дальнейшей работе. Но вот плести длинную косичку крайне неудобно. Поэтому я остановилась на длине примерно в метр-полтора максимум. А дальше с помощью термопистолета оклеиваем косичками картонную заготовку. Чтобы косичка ложилась более-менее ровно, с внешней стороны круга косичку делаем пошире, а с внутренней стороны косичку вытягиваем и проминаем, чтобы она становилась поуже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также не забудьте сделать петельку для подвеса, если планируете венок вешать, а не украшать им, например, стол. Я сплела косичку из трех нитей шпагата, сделала из нее петельку и зафиксировала на основе. Основа для венка получается очень прочная и универсальная. То есть она подойдет и для осеннего оформления, и для зимнего, и для пасхального. По такому же принципу вы можете сделать основу любого нужного вам размера и формы. Теперь займемся декором. В прошлом видео я уже показывала несколько вариантов желудей. Если вы вдруг не видели, обязательно посмотрите. Ссылка в подсказке и в описании под этим видео. Ну а сегодня я покажу вам еще один вариант. Для него нам понадобится капсула от бахил или мелких игрушек. Они бывают совсем маленькие и побольше. Я сделала желуди двух размеров, но для венка лучше использовать те, которые поменьше. Нарезаем проволоку на кусочки длиной примерно 15-20 см. С одного края круглогубцами у каждой проволоки делаем петельку. Капсулу шлифуем наждачной бумагой и прокалываем шилом сверху и снизу по центру. И вставляем проволоку в капсулу так, чтобы петелька оказалась прозрачной округлой стороны капсулы. Дополнительно можно промазать полимерным клеем проволоку изнутри капсулы и приклеить крышечку, чтобы капсула уже не раскрывалась. Из джута у шпагата плетем косички. Я плету в 6 нитей, чтобы косички получились пошире. И с помощью термопистолета оклеиваем косичками верхнюю часть капсул. Все перемешивали. Офа. Чтобы избавиться от торчащих ворсинок, аккуратно опаляем желуди над огнем. Я делаю это зажигалкой, но можно воспользоваться и свечой. Осталось раскрасить желуди акриловыми красками. Нижнюю часть желудей я сначала раскрашиваю в белый цвет, точнее у меня этот цвет благородная глина, а потом сделаю их песочного цвета. Просто за счет белой подложки итоговый цвет получится ярче и насыщеннее. А шляпку я раскрасила шоколадно-коричневой краской. В фикс прайсе еще в прошлом году я купила гирлянду из кленовых листьев и тыкв. Тыквы мне пригодятся для следующего мастер-класса, а вот листочки я решила задействовать в сегодняшней работе. Но их цвет совершенно не подходил для моей композиции, поэтому я раскрасила их сначала зеленой акриловой краской, а после высыхания добавила желтых и лимонных пятен. А теперь займемся фисташковыми цветами. Смотрятся они очень эффектно и я уверена, многие захотят их повторить. Для изготовления таких цветов нам понадобятся не сами фисташки, а скорлупки от них. Из картона вырезаем кружочки, у меня они диаметром 6 сантиметров. Чем больше диаметр, тем больше получится цветок. Всю скорлупу я хорошо помыла и просушила в духовке. И начинаем сборку. Сначала склеиваем три скорлупки вместе, чтобы они образовали закрытый бутон. Дальше делаем два ряда по три лепестка скорлупки в шахматном порядке. И приклеиваем наш бутон в центр картонного круга. А дальше ряд за рядом начинаем наращивать цветок. С каждым рядом старайтесь делать лепестки все более и более раскрытыми. То есть располагайте скорлупки не вертикально вверх, а немного под углом от центра. Редактор субтитров А.Семкин Цветочки собираются очень быстро и совсем не сложно. Мне не очень нравилось то, что сбоку был виден срез картонного круга основы. Поэтому я решила задекорировать торец джутовой косичкой. Но это уже на ваше усмотрение. На самом деле вряд ли кто-то обратит на это внимание. А теперь займемся самым интересным. Сборкой осеннего венка. Сначала размещаем самые большие элементы. Цветы из фисташек. И приклеиваем их с помощью термопистолета. Дальше приклеиваем листочки. Я фиксировала их термоклеем в нескольких точках, чтобы они приняли нужное мне положение и изгиб. Еще весной я купила фамилии вот такие штучки. На них было написано, что это подсвечники. Но, конечно, как подсвечники я бы их использовать не рискнула. А вот в таких композициях они смотрятся очень уместно. Их можно заменить шишками или любым другим достаточно крупным декором. А можно сделать еще фисташковых цветочков. Но диаметром поменьше предыдущих. Добавляю желуди. Красные ягодки, купленные на Алиэкспресс. И вот такие веточки. По-моему, это веточки араукарии. Но, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. От предыдущего мастер-класса у меня остались листочки из мешковины. Их я также решила использовать в работе. Можно оставить веночек и таким. Но мне захотелось добавить немного золота. Для этого я прошлась сухим спонжем с золотой акриловой краской по самым выступающим местам. Кстати, можно использовать не золотую краску, а медную или бронзовую. Тоже будет смотреться очень по-осеннему. Таким веночком можно украсить входную дверь, повесить его на перила лестницы или положить на стол и поставить в центр светодиодные свечи. Получится очень романтично и уютно. А теперь сделаем несколько мелочей для декора. От основы венка у нас остались картонные круги. Из бумаги для выпечки плетем косички, как мы это делали для веночка. И оклеиваем косичками эти самые картонные круги. Начинаем оклеивать из центра одной стороны. Круг за кругом идем к краям. И оклеиваем косичкой торец. И вторую сторону оклеиваем уже от краев к центру. В итоге у нас получаются очень симпатичные подставки под чашки. Или можно использовать такие заготовки в качестве основы для панно. Здесь можно пофантазировать. Для еще одного маленького мастер-класса нам понадобится втулка от валика для чистки одежды. Картонную втулку аккуратно разрезаем канцелярским ножом на колечки шириной 2 см. Мне нужно было только 3 колечка, но длина втулки позволяет сделать 4. Из джутового канатика диаметром 6 мм плетем косичку в 4 нити. И оклеиваем косичкой картонные колечки. Обжигаем все торчащие ворсинки и переходим к декору. У меня остались желуди, сделанные из больших капсул. Для венка они оказались великоваты. Немного листочков и ягодки. Собираю все это в маленький букетик. И прикручиваю проволокой к картонному кольцу, закрывая декором стык к косичке. А проволоку прячу под тонкой джутовой косичкой. Золотой краской немного оттеняю весь декор. И подкрашиваю торцы картонного колечка. В итоге у нас получились очень аккуратные и красивые кольца для салфеток. Ими, кстати, можно еще украсть и бутылку вина, купленную, например, для подарка. Ну что ж, надеюсь, это видео оказалось для вас полезным и вы нашли для себя что-то новое и интересное. А у меня на сегодня на этом все. Желаю вам всем хорошего настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.